Да, это историческая программа, сделанная в Вятке. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Я напоминаю, что почти месяц назад, 27 октября, в эфир выходила наша историческая программа, посвященная революционным событиям 1917 года. На Вятке здесь у нас. Почему? Потому что столетие, напоминаю. И сегодня, по большому счету, будет продолжение той самой передачи. Я приветствую в нашей студии Павла Шарабарова. Это историк, кандидат исторических наук. Павел, добрый день. Добрый день. И тогда, вот месяц назад, Павел сказал, а ведь в последнее время очень много появилось о новых фактах, о тех событиях, ранее неизвестных, недоступных. Итак, сегодня мы снова с вами вернемся в 1917-й, о февральской революции поговорим, об октябрьской революции, о том, что до этого момента не было известно. Я думаю, что передача у нас сегодня будет интересная. Итак, возвращаемся. От чего оттолкнемся? От февраля. От февраля, от нарастания, собственно, от каких-то массовых волнений, движений. Итак, сосредоточились. Да, в первую очередь хотелось бы сказать, что последний где-то год в библиотеке имени Герцена, сотрудником которой я тоже являюсь, в центре регионовидения, мы готовим сборник документов по 1917-му году от января до декабря. И погрузившись в эту тему, мы обнаружили очень много интересных моментов, которые ранее были неизвестны. Неизвестны ли они не обращали на них внимания? Почему они не были известны? А потому что на них, возможно, не обращали внимания, потому что источники, например, та же самая периодика газеты, они были доступны любому пользователю. Секреты в этом никакого не было. Библиотеки имени Герцена в Кривическом отделе, но нельзя было их показывать. Ну, знаем, да, советскую историографию, которая, вне всякого сомнения, дала очень многое, и много белых пятен убрало, но все-таки некоторая идеологическая заданность была. И мы знаем, что если в 1917-м году, да и до этого, крестьяне, например, выступали, что было самое главное, значит, это большевики. И вообще основное в истории – это классовая борьба. Но опять же, посмотрев документы того периода, можно увидеть, что люди жили, ну, может быть, не так же, как сейчас, но также были заботы, чаяния, разные. Конечно, вот с этим я думаю… Забота о пропитании и так далее. Хотя хотел бы необычный, можно сказать, документ процитировать, который был опубликован в газете «Вятская речь» 1 января 1917 года, то есть «Новый год». И было опубликовано стихотворение. Вот послушайте, пожалуйста. «Пробило полночь, Новый год вошел в неслышную стопою, Пусть счастье новое взойдет с ним вместе над страной родной, Кошмары тяжких старых дней уйдут, как этот старый год, И пусть, как добрый чародей, он мир для мира принесет, Пусть Новый год, как добрый гений, весь мир стрелой облетит, И пламя жаркое сражение волшебной вестью погасит, И плачь, и стоны вдов-сирот, и язвы страшных прошлых лет Залечит юный Новый год, закроет их глубокий след. Пробило полночь, Новый год вошел в неслышную стопою, Пусть счастье новое придет с ним вместе для страны родной». Ну, что, полную какую-то аналогию можно провести с 1 январем 2017 года? Абсолютно. 2018-го наступающего. То есть обычные такие человеческие эмоции, да? Несмотря на то, что продолжалась Первая мировая война, кстати. Конечно, третий год шла война, Было очень тяжелое продовольственное положение, Но в чем, опять же возвращаясь, Я думаю, будет достоинство нашего сборника документов, Что мы не зациклились исключительно на революционных событиях, А просто показываем год. С января. В январе люди, конечно, учитывая военное время, Жили с определенными трудностями, Но они жили так же, как и 10-20 лет назад. Выражали верноподденнические настроения Николаеву, второму царской семье. Но вот этот перелом, о чем мы говорили две недели назад, Просто головокружительный, произошел в конце февраля. И поражает то, как люди очень быстро перестроились И стали называть то время, в которое они жили в течение долгого времени, Их деды, прадеды, стали называть страшным временем. Вот немного так же процитирую редакционную статью, Которая была опубликована в нашей газете, Тоже, по-моему, «Вятская речь», 4 марта 1917 года. То есть только-только пришли сообщения о свержении с матяжами, Как тогда говорили, хотя еще юридически это не было закреплено. И здесь очень важны те формулировки, которые использовались. Давайте послушаем, да. Свершилось. История произнесла свой грозный приговор. Старой России больше не существует. В могучем порыве встала великая новая Россия, Титаническим усилием сбросила себя позорные цепи рабства, Лжи, обмана и предательства. Еще вчера темные силы старого режима открыто издевались над многомиллионной страной. Еще вчера они цинично и нагло справляли свой чудовищный и бесстыдный пир На глазах народа, встекающего кровью в страшной борьбе на жизнь и смерть за клятым врагом. А теперь смолкли торжествующие клики, Опрокинутые пиршественные столы. И властная рука народа, хозяина, столкнула их в мрачные казематы Петропавловской крепости, Где ими были замучены тысячи лучших сынов России только за то, что они хотели счастья своей страдавшейся родине. Ну и так далее. Там привет новому правительству, да здравствует великая свободная Россия и так далее. Это 4 марта. То есть только-только. Очень пафосный, конечно, и очень-то категоричный по отношению к прошлому. Очень. И о чем также я говорил, поражает то единодушие, с которым выступили жители всей России, в том числе и Вятской губернии. Мне что-то подсказывает, что этот текст мог быть опубликован, вернее написан не здесь у нас, а просто разослый. Нет, почему? Я еще расскажу. Это Вятская речь. Издателем Вятской речи являлся один из старейших революционеров, народников Вятской губернии. Николай Павлович Чудушин, брат знаменитого архитектора, очень образованный человек. Нет, вне всякого сомнения, этот текст был написан в Вятке и принадлежит перу нашего вятского деятеля. И вообще газета Вятская речь являлась рупором либеральной общественности, которая, можно сказать, правило БАЛ у нас с марта по, по сути, по декабрь 2017 года. И в связи с этим интересно считать, в том числе и эту периодику. Так вот, возвращаясь к этому единодушию, думаю, интересна реакция на свержение, по сути, самодержавия, очень важного общественного организма, такого как Русско-Православная Церковь. Мы знаем, что император был помазанником Божиим, его часть освещалась церковью. И опять же, 5 марта в Троицком кафедральном соборе, который находился на месте современного вечного огня, состоялось торжественное богослужение, где присутствовал и епископ того времени Никандер, и губернатор еще тогда, который у нас вложил полномочий, ну вообще верхушку губерния, где был торжественно зачитан манифест об отречении Николая II и, соответственно, Михаила Александровича. И что здесь интересно, епископ Никандер произнес речь, где разъяснял пастве значение этого события. Как же интересно. Интересно. Ну, там можно много говорить, но вот этот текст был опубликован в Вятских епархиальных ведомостях. Официальное издание, если мы сейчас говорим о Вятской епархии. Интересно, как называлась эта речь. «Ничего обыкновенного не случилось». Вот это точная цитата. «Ничего обыкновенного не случилось». Там Никандер объясняет, что проводит параллель, что Россия и русский народ – это семья, а императорская фамилия – это как отец и мать. И в жизни любой семьи наступает тот момент, когда их дети… Птенцы должны покинуть. Да. Вот так им говорил. «Ничего особенного не случилось». Просто народ созрел до того, что им уже… Они могут жить спокойно, свободно и так далее. Ну, я думаю, каждый может для себя… Чуть более 300 лет уже было дома Романова, да? Ну, да. 305 лет к тому времени. Ну, вот, говорю, 305 лет как раз было достаточно для того, по мнению епископа Никандра, чтобы российский народ почувствовал себя самостоятельно. И, опять же, может быть, кому-то сейчас не понравится, но я подчеркиваю, что я цитирую только документы. Многие священники стали себя снимать кресты, мотивируя это тем, что на крестах вензель Николая II. Вот. Также могу вот процитировать письмо священника Орловского уезда, где он говорил, что «я снимаю с себя крест на военные нужды, жертву эту я делаю по такому соображению. Наши священнические кресты установлены старой властью в память коронации бывшего царя Николая II, которую имеют на левой стороне инициал Н Николая II с короной. Я, как истинный патриот, не могу носить на себе память царской деспотической власти, а потом вхожу с ходатайством принять мою жертву на алтарь Отечества, которая хотя бы малую крупицу принесет пользу нашей многострадальной Родине». А что это говорит? То есть, снимая крест, он перестает быть священником? Нет, он не переставал быть священником. Он тем самым подчеркивал свою приверженность новой России. И снимая, он тоже отрицал все, что было связано с царской фамилией. И при этом говорил, что когда будет благоугодной новой власти установить другие священнические кресты в память освобождения России от тирании, я немедленно таковой приобрету на свои средства. Интересно бы знать, что случилось в дальнейшем с этим священнослужащим. А это не единственное священие, кстати, было. Их довольно много было, но... Которые поступили именно так, да? Да, да, да. Но в то же самое время были священники, которые отказывались зачитывать манифест об отречении Николая II. То есть церковь разделилась в определенной степени? В определенной степени, как и все общество. Но, к сожалению или к счастью, тоже может каждый для себя решать, те люди, которые не приняли, те перемены, которые произошли весной 1917 года, были в подавляющем меньшинстве. Конечно, есть и были случаи, когда, повторю, отказывались зачитывать манифест. Была так называемая черносотенная агитация. Но, что интересно, те же самых монархистов арестовывали. И припровождали, в первую очередь, губернскую верку. Почему это интересно? Потому что монархию никто не запрещал. И учредительное собрание, которое должно было созваться сначала в сентябре, потому что в октябре, в ноябре 1917 года постоянно переносили сроки, могло на грани научной фантастики провозгласить дальнейшую монархию в России. Но, возможно, эта энергия снизу, которая у нас очень часто в самые разные исторические периоды бьет ключом, пыталась данные тенденции в корне пресекать. То есть, если, например, один из священников, в Варловском тоже, кстати, что интересно, в Варловском же уезде, в селе Пышак, отказался зачитывать народный манифест, и его арестовали и проводили в распоряжении епископа Декандра. Но жестоко все-таки с ними не обращались? Нет. Ну, как это, то есть, арестовать, изолировать, но не более того, телесных путок? Ну, телесные наказания у нас были отменены еще в середине 19 века. Вот здесь сам факт, симптомом таким являлся радикализации настроения. Вообще жизнь в Вятке бурлила, и вот один из интереснейших сюжетов, который мы также будем раскрывать, относится к проездам через Вятку выдающихся личностей. Известных людей. Да, то есть известно, что наш город с конца 19 века был связан с остальной Россией железной дорогой, а в начале 20 века оформился транссиб, и весна 1917 года освободила многих политических сыновей, которые, как правило, находились в Сибири и направились в центр Москвы и Петроград. Они приезжали через Вятку, поезда довольно долго стояли. Интересно, что люди, жившие в Вятке, знали, что проедет через наш город тот или иной человек. Вот, например, 10 марта через наш город из Сибири проехали депутаты и большевики. Но один не так известен, Муранов, но второй вместе с ним ехал, Лев Борисович Камин. В Вятке неизвестно, как его встречали, известно, как его встречали в Зуевке. Тоже 10 марта днём был устроен митинг, где... То есть время стоянки поезда было использовано как раз-таки для общения с этой личностью. Да, это были часто подобные моменты присутствия. Например, в 20-х годах у нас Каменев приезжал Бухарин, Калинин и так далее. Троцкий был в 18-м году и его бронепоезд стоял у нас в Вятке. Интересно, вот ещё 12 марта через Вятку приезжал в Тальман финляндского сейма Свинхову Пер Эвент с таким интересным именем. Его местный железнодорожный комитет поприветствовал, даже собрал для него деньги, 210 рублей. И он даже расписался в журнале и написал «За право и свободу напрасно никогда не борются». Но я понимаю, что для широкой аудитории это именем ничего не значит. Из-за этого скажу, что именно Пер Эвенду в декабре 1917 года Ленин вручил документ о независимости Финляндии. Ого! То есть представитель от всей страны. Да. С ноября 1917 года он был председателем Сената Финляндии. Это аналог премьер-министра. С 30 по 31 год он был премьер-министром, а с 31 по 37 год президентом Финляндии. То есть это выдающаяся личность и очень знаковая для Финляндии. На того периода он, в принципе, стоял у истоков государственности современной Финляндии. Вот 28 июня из Ставки приезжала чрезвычайно американская миссия в составе Эллио Рута. Тоже, я думаю, не очень знакомый. Здесь можно сказать, что это бывший военный министр США с 1899 по 1904 год, госсекретарь США, бывший сенатор от штата Нью-Йорк и лауреат Нобелевской премии мира 1912 года. Был вот у нас вятки и американский военный, бывший начальник штаба сухопутных войск США Хью Ленокс Скотт. И, кстати, он был в свое время генерал-адбютантом департаменту Кубы. То есть... Вот растало человек. Да, и вот они у нас вятки в течение, по-моему, там писали около двух часов была стоянка поезда и были приветствия от шлюздорожников, от местных военных вот с 106-го пехотного полка. Такая гастроль такая через всю страну. Станция, столовка. Так, надо что-то речь какую-то толкнуть. Наверное, народ ждет. Ну, я думаю, тут одинаково. Следующий станок, а смены и так далее. День до этого были, допустим, в периметах самоговорения. Все это, так или иначе, жители Вятки подогревало все-таки их вот это, да? Конечно. Душевные порывы, надежды на изменения позитива и так далее. Вот здесь, кстати, вот что говорили американцы, я думаю, тут можно процитировать. С какой речи выступали? Да. Вот тот же самый бывший госсекретарь США, лауреат новелевской премии или урод. Американцы, получившие свободу 140 лет тому назад, пришли защищать юную свободу России. Из организации, которой была больна русская армия, проходит. Я убежден, что русский солдат защитит свободу и общий враг будет побежден вместе со своим милитаризмом и монархизмом. Объехав весь фронт и Россию, я твердо убежден, что сердце России здорово. И вот такие речи. Конечно, это все подогревало. И опять же, вот подобная, можно сказать, пропаганда и ухудшающаяся ситуация с продовольствием, в том числе, и многие нерешенные проблемы, которые не решало временное правительство, приводило к тому, что люди сами в той или иной мере решали свои проблемы. Как принято было говорить, распространялись анархические тенденции. Один из ярких примеров это событие июля 1917 года, 5 июля. Известно, что в Вятке с 1894 года стоял памятник Александру Третьему в сквере вокруг Александра Невского собора. Это район современной филармонии Гагаринского парка. И, насколько я знаю, многие считают, что этот памятник разрушили большевики в 18-м, в 19-м нет, в 17-м году, летом. В начале июля. Да, в начале июля. Средь бела дня, как писали, группы с 12 солдат разрушили этот памятник. Там специальным приспособлением, он довольно высокий был, бронзовый, скинули, он сильно помялся. Но известно, чья это была инициатива? Или это какое-то стихийное? Вообще неизвестно. Главное, что в это время в Вятке стоял эшелон с сибирскими полками. И в дальнейшем даже руками разводили неизвестно, то ли это наши местные солдаты, то ли это сибирские. Сибирские куда двигались? Они двигались на фронт, на войну. И никто не поймал, тоже в описании этих событий звучало, что сторож вовремя заметил, пытался вызвать милицию, но ничего не произошло. И безнаказанно оказался данный вандализм. Известно, что где-то до конца 20-х годов постамент стоял в складах. Ну, возможно, и сам бюст, который около 250 кг весил, бронзовый переплавили тяжелые годы. Так вот один из интереснейших моментов. Но это, видимо, не единственный пример, не единственный случай такого проявления недовольства. По всей Вятке, по всей Вятской губернии. Или глубинка все-таки как-то поспокойнее там все будет? Нет. В глубинке крестьянское население начинало известный такой термин черный передел. То есть стали делить землю, отбирать у помещиков, которые у нас там оставались в южных уездах и производили там самовольные порубки. Довольно тяжелая ситуация сложилась в Сарапольском уезде, где в соответствии со Столыпинской аграрной реформой довольно много было так называемых отрубников, то есть люди, которые вышли из общины и завели собственное хозяйство. В 17-м году объявили свободу, и вот местные общинники решили, что слово свобода можно воспринимать как, ну, делай что хочешь. и стали вплоть до избиений, да, были данных отрубников. То есть физические конфликты были такие, да? Да, даже вятки губернскому городу приходилось отправлять Сараполу представителям местного губернского комиссара и воинские подразделения для того, чтобы регулировать. ну, там они порешали о том, что ладно, мы данный сезон как бы еще спокойно приведем и будем ждать и учредительного собрания, ну, потому что отрубники это считали вот данные общинники это миродеды, мир это община. И они должны быть ликвидированы как пережиток старой тоже власти. Кстати, это к вопросу значения общинных крестьянств. Большим элементом таким дестабилизацией были войска, которые кстати в Глазове много дров наломали, так сказать. Большой проблемой было кумышковарение самогонку гнали. Напомню, что у нас был сухой закон введен еще царской властью и люди я думаю многие помнят люди старшего возраста период Горбачевский сухой закон середины 80-х годов примерно то же самое было в начале 20-го века и люди стали гнать самогонку так называемую кумышку и продавали тем же самым солдатам травились и так далее и вот летом солдаты которые квартировались в Глазове и ждали отправки на фронт по собственному почину решили организовать рейд по деревням по выявлению людей которые этим занимаются да там честно говоря очень сложно свести концы с концами ну знаете представляете да там дело призоса да сейчас там один пишет одно другое другое но факт что эти солдаты занимались там и порками и многие сами так сказать вели не очень трезвый образ жизни и волна негодования поднялась среди крестьянства там пока суть додела пока было разбирательство солдаты уехали на фронт и брать было нескому ничего то есть продолжалось в течении некого периода времени да они были ну по крайней мере по сообщениям видно пару месяцев и местные жители писали жалобу что в местных парках солдаты среди бела дня как пьянствуют играют в карты пристают к местным жителям и довольно ну сильно местные были недовольны ну картина понятна когда темные солдаты да еще и с оружием да определенное конечно волнение война молодые парни 20-летние сидят в тылу чем делать надо куда-то энергию расходовать интересно кстати письмо тоже по-моему вятской речи было опубликовано женщина которая писала что вроде бы в апреле 17-го года ее дочка местная доназистка пришла домой в слезах оказалось что она шла по улице тоже средь была дня солдат к ней подошел ее поцеловал поцеловал ну щечку но с таким возмущением женщина писала да что такое а случай кстати более грубо обращила женщина не зафиксировали это я понимаю не было по крайней мере не зафиксировали в это рамки кстати вот слово свобода понималось по-разному во многих случаях и тоже в марте вот одно из проявлений вот этого понятия можно преследить на одном из заседаний городской думы было предложение переименовать улицу Николаевскую улицу Свободы улица Николаевская это современная улица Ленина там было решено что давайте подременим где-то на следующий почему держались на следующее заседание перенесем но в следующее заседание этот вопрос не поднимался то есть современная улица Ленина могла быть улица Свободы да интересный такой факт ну это да тоже симптом такой потому что Николаевская была названа честь бракосочетания Николаевского Павел Шарабаров историк кандидат исторических наук вместе с ним мы сегодня путешествуем если можно так выразиться по 917 году ровно 100 лет назад движемся постепенно от февральской к октябрьской революции сейчас делаем небольшую рекламную паузу ближе к октябрю да уже будем подбираться продолжается программа сделана вятке Павел Шарабаров историк кандидат исторических наук все повествует о событиях 917 у нас здесь вятке или на вятке я немножко отвлекусь Павел является сотрудником Кировского областного троеведческого музея прикольно расскажите что-то к столетию приготовлено сейчас чтобы пригласить наших слушателей в первую очередь в этом направлении у нас работает наш отдел это музейно-выставочный центр диорама в этом году была значительно обновлена экспозиция на втором этаже в первую очередь там повествуется о предпосылках революции то есть о общественно-политической социальной жизни вятской губернии в начале 20-го века довольно интересно мне кажется получилось здесь человек может представить довольно объемно чем жила вятка с 1900 по 1917 год в общем добро пожаловать в диораму если вы хотите по поле узнать о тех событиях недавно у нас была открыта временная выставка мы наш мы новый мир построим посвящен непосредственно 100-летию октябрьской революции на первом этаже уже приглашаем наших слушателей посвященный советскому периоду у нас недавно буквально прошлое воскресенье в диораме был Николай Николаевич Соломин это автор художественного полотна кераму которые к счастью здравствуют и очень высоко оценил эту выставку он сейчас живет в Москве только в сторонний взгляд оно было создано в 77-м году в этом году ну давайте возвращаемся уже ближе к октябрю 1917 года сейчас в перерыве напомнили что таким знаковым событием был период стрелок часов да вятская речь сообщала в августе месяце что процитирую вятский губернский комиссар объявляет что в целях экономии световой энергии временное правительство постановило перевести во всей России часовую стрелку на один час вперед а затем в 18-м году кстати забегая вперед переводили обратно можно сказать то есть не поменялось нет ну как сейчас перейли потом обратно да да интересно я думаю для многих как организовывался Великорецкий крестный ход в 17-м году здесь тоже были свои особенности не хватало хлеба период тот же да 17-й год ну я имею в виду конец весны начало лета 21-го мая 21-го мая ну по старому стилю прибавляем 13 дней и не было хлеба и богомольцев призывали запастись хлебом из дома ввиду не сдачи продовольствия в селе Великорецком а то есть раньше там выдавали а тут вот а тут вот не было такой возможности нужно было хлеб брать с собой да и просили губернский продовольственный комитет принять все меры к увеличению запасов хлеба в селе Великорецком и местных военных властей об охране порядка в городе Вятки ну по всей видимости все нормально прошло потому что сообщений больше не было и вот и говоря о том как ухудшалось положение в Вятки по всей России вот тот период я думаю можно несколько цифр назвать о том как росли цены цены на продовольствие так вот тоже по сообщениям цены на продукты продовольствия поднялись за время войны то есть с 14 года от 386 до 2500 процентов по официальному по официальным данным на 1 октября 17 года по сравнению с ценами на 1 июля 14 года то есть 3 с небольшим года поднялись на ржаную муку на 720 процентов молоко 1100 процентов картофель 1500 процентов мясо 566 процентов яйца 900 процентов лук 2500 процентов на обувь 15-16 раз платье в 10 раз и так далее зарплата я думаю не стоит говорить что совсем не поспевала за этим основная причина дефицит конечно страна воевала и все шло на военные дефицит этого просто не было вообще ничего не было у нас карточная система была и большевики очень умело этим пользовались довольно хорошо известны те события которые происходили в центре а у нас большевиков было мало и вот тот информационный фонд который существовал не больше 30 человек было ну первоначально да к осени 17-го года по официальным данным до 3000 человек ну 4 миллиона населения губерния ну после известных событий июля 17-го года когда произошли массовые митинги в Петрограде после которой Ленина пришлось сбежать началась массовая истерия против большевиков как раз миф о деньгах немецких и так далее в том числе и у нас это было интересные письма которые писали вятские большевики в нашу прессу и интересно что либеральные газеты их публиковали потому что они для них были ну какая-то кучка которые все равно с ним не отношались да так вот думаю тоже интересно с высоты начала 21-го века вот это послушать гражданин-редактор это июнь 17-го года за последнее время участились выступления в городах и многие вот я процитирую себя называют большевиками самым решительным образом мы отмежевываемся от этого пишут большевики вятское организационное бюро заявляет что идейный большевизм с призывами к насилию и выступлениям ничего общего не имеет никакие выступления категорически осуждают и обвинения большевиков пропаганде агитации ложь и клевета и говорят что неправильно обвиняют большевиков в том что они закроются церкви нет ни в коем случае мы не против религии неправильно обвиняют большевиков что мы против власти имущих нет мы готовы к компромиссу и так далее но так же каждый может сделать для себя определенные выводы и дальше и в целом по документам видно что к осени большевики набирали все больше и больше вес и спустя месяц после октябрьского переворота либо Велико-октябрьской революции эта волна прокатилась к нам а известно что 25 ноября была провозглашена советская власть в губернии но ее провозгласил городской совет РСДРП и в то время тоже немногие об этом знают у нас по сути существовала своя республика во главе с Верховным Советом по управлению губернией она существовала худо-бедного около полутора месяцев и этот совет даже хотел выпускать собственные деньги тоже могу процитировать это кстати уже публиковала Вятская правда в конце декабря губернским земством окончательно решено выпустить для внутреннего обращения в губернии под обеспечение земским инуществом 30 миллионов бонн бонна это псевдоденьги достоинством рубль 3-5-10 рублей всего на сумму около 200 миллионов рублей для этого даже была закуплена типография знаменитая типография Шкляева и уже все еще чуть-чуть бы действительно бы деньги свои напечатали да были бы свои деньги и так далее почему мы говорим о республике потому что Верховный Совет в принципе представлял из себя людей которые оказались ставленниками временного правительства временного правительства фактически не существовало и вот таким образом очень интересно ну главная цель была дождаться учредительного собрания которое должно было решить дальнейшие пути и вот что еще интересно в тот момент думаю тоже люди подготовленные знают о том что в дальнейшем Зиновьев и Каменева обвиняли в том что они сообщили о готовящемся перевороте опубликовали не знаю почитав наши газеты того периода там практически знаете как сейчас онлайн трансляция да можно посмотреть ну здесь там на два дня попозже но пишут что 10 октября должны были выступить большевики но они не выступили мы можем вздохнуть спокойно потом 20 вроде бы октября должны выступать ну сейчас посмотрим таким образом то есть вот люди ждали что-то должно произойти ну вот в конечном итоге произошло на 25 октября и докатилось до нас в ноябре месяц интересно как после этих событий 25 ноября 27 числа на заседании Верховного Совета по управлению губернией пришел пришла два солдата представители Вятского Совета и сказали что власть захватили Советы после этого посвещали сказали да мы принимаем сведения интересное описание что солдат поднимался пожелал удачи на работе этого Совета сказал мы вам все сказали развернулся и ушел спасибо за этот интересный рассказ Павел Шарабаров кандидат исторических наук февральской и октябрьской революции 917 события на Вятке новые факты это тема очередной программы сделанной Вятке которая завершается на этом спасибо до свидания всего доброго